Мы диты Творца и Матери Небесной, и они дети Творца и Матери Небесной, и каким-то волшебным образом к ним невидимые нам, но реальные существа, которые регистрируются на керонографиях, и ангелы, приделывают пуполину, и они не растут сами по себе, у них тоже есть родители. Это аналогия человека, дорогие, форма медленного сознания. Там появилась кривая компьютерная, которая показывала ровно-ровно-ровно всплеск. Их замечательное свойство в том, что они, когда оказываются на нас, отдают эту энергию. Люди тысячи лет знают, что они связаны с растениями, с камнями, имеют доказательства того, что растения их понимают. И он в отчаянии стал с ним разговаривать, ну что ж это мне не поможет. После этих диалогов вормители кактус скинул иголки. Мы далеко не самая развитая цивилизация в космосе, но есть еще менее развитие, чем мы. Любые друзья, приветствую вас из Нью-Йорка с великой надеждой на то, что новые знания поможут вам стать лучшей нацией у света. Друзья, приветствуйте в нашем эфире. София Бланк, на которую вы ожидали. А есть такие, которые до нас нещодавно присоединились, которые не знают про Софию, но сегодня дизнаются. Потому что это видатная женщина, которая делается своими знаниями, своим опытом. А опыт в ней уникальный. Это много лет исследования тонких света, много лет фиксирования этих тонких света на материальных носителях. Что стало доказанием всем тем, кто не верил, что есть тонкий света, есть ангелы и архангелы, есть души и другие сутности. И их можно даже сфотографировать. Это все София Бланк, которая написала 60 книг, или даже больше. Так, паня София? Я не помню? 68. 68 книг. Уявляйте собі, який скарб сьогодні у нашем эфире на ваших экранах. Привет всем. И привет вам, паня София. Я так рада встрече с вами. Я так рада тому, что я могу вам передать эти важнейшие, скрывавшиеся от людей знания. Я знаете, что хочу? Я о чём мечтаю? Я хочу, чтобы каждая женщина стала знахаркой. Стала ведуньей, чтобы она использовала вот эти замечательные знания, которые накапливались веками, тысячелетиями. В своей жизни у вас тут всё под рукой. Вот сейчас будем с Оксаночкой всё вам потихонечку рассказывать, чтобы вы могли это применить в своей практической жизни. Знахарство вообще включало и включает в себя литотерапию. Литотерапия – это лечение камнями. А почему? Что такое камни? Мы, дети Творца и Матери Небесной, понимаете? Они создавались природой. А что такое природа? Природа – это реализация энергии и идеи Творца. Значит, всё это реализовано в камнях. И не зря. Вначале была вода, а потом земля. Что такое земля? А земля – это камни будущие. И что интересно, вот буду говорить на пересечении с современной наукой. Когда сфотографировали песчинки увеличением в 500 раз, то каждая песчинка выглядела как камешек определённый. Кварц, аметист, агатик, яшма. То есть вот они все в песке, они в зародыще. Эти будущие камни драгоценные, полудрагоценные, они в песке. Значит, в песке содержится материнская часть. Условно говоря, яйцеклетка. А сперматозоиды, знаете где? В солнечном свете. Всё материально, мои дорогие. И когда в определённых условиях происходит облаготворение песчинок, то постепенно из этих песчинок начинают расти камни, которые мы с вами потом украшаем себя, лечимся, которые превращаются вот в это чудо. Ой, ой, ой. Вот в это чудо, дорогие, видите? Килограмм пять это чудо весит. Но это такая красота, это такая энергия, от которой невозможно оторвать глаз. Когда я камни получаю, я самые красивые оставляю себе. Вот такая хитрая. И для чего, мои дорогие? Ну, конечно, для того, в том числе, чтобы вам всем показать, вас порадовать и рассказать, что они делают в нашей жизни, эти удивительные камни. Вот тот камень, этот, это живот. Это половинка. Это было большое яйцо. Видите, с наружной стороны ничего такого особо его. А когда мы разрежем, открывается вот эта удивительная красота многих-многих кристаллов. Причем кристаллы могут быть не одной породы, а многих. А от чего это зависит? Буду рассказывать. А зависит это, знаете, от чего? От того, какой урожай в определенные годы был. Допустим, на какие-то ягоды, какие-то листвы. Сколько там животных, бедненьких, погибло. А ничто все превращается в перегной. Этот перегной растворяется в земных водах. И потом кто-то нам неинтересный, непонятный собирает эту воду в резервуар, а потом подает эту воду на специальном, на специальном, ой, это, со специальной пуповиной передает. О, вот эти яйца. Вначале они малосенькие, маленькие. Откуда берутся эти яйца? Эти яйца выбрасываются с магмой. Каким-то образом земля рождает в своей утробе. Вот эти семечки, семена. Потом с лавой они выливаются то ли в горах, то ли в кустынях, то ли еще где. Потом происходит различное превращение. Эти яйца приживаются и каким-то волшебным образом к ним невидимые нам, но реальные существа, которые регистрируются на кирианографиях, и ангелы, и духи природы приделывают пуповину. Пуповина, через пуповину из огромного резервуара этой земной воды идет маленький ручеечек, но кто знает, на сколько метров, километров он идет. И этот ручеек вливается вот в это жеодовое яйцо. Ну, во все жеоды. Почему-ли они маленькие, но вливается, в них вливается раствор. А что такое раствор? Вот я же говорю, что это от перегноя, раствор в земной воде, и это химический состав. Значит, вливается эта жидкость определенного состава, которая зависит от того, допустим, в каком регионе вода эта собиралась. Там, где елки, там, где дубы, там, где березы, там, где можжевельник, там, где ягод много, понимаете? И вода это разного химического состава, она вливается, и что? Она кристаллизуется, эта вода, химические ингредиенты, кристаллизуются, а вода, ну, как-то впитывается. И вот так рождаются эти кристаллы. И, подпитываясь, они растут. Мы растем с возрастом, и они растут. И они не растут сами по себе. У них тоже есть родители. То есть, камни, это аналогия человека, дорогие. Это определенная форма, ну, замечательная форма жизни и форма медленного сознания. И камни живые. Когда моя приятельница, исследователь Галина Пана, присоединила вот сюда, присоединила электрод, и этот электрод вывела на дисплей компьютера, ну, и стала записывать, что там будет. А там появилась кривая компьютерная, которая показывала ровно, 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 всплеск. Ровно, 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 всплеск. То есть, камни дышат, и сердце их работает. Не так, как у человека, мы с вами видим, допустим, нашу кардиограмму, а медленно, медленно. Но они живые, они дышат. Мало того, мои друзья, раньше за границей, а теперь уже и в Украине, многие скоро мы вам покажем, и вы видите, здесь я товарищей заразила этим видом фотографирования. Они фотографируют и ставят на медленную съёмку вот из серединки живода. И что вы думаете, из серединки живода вылетают сгустки энергии, плазма? Вот почему они нас подпитывают. Они живые, и они передают нам живую свою энергию. А где они её взяли? А вот Боженька сделал так, что камни обладают способностью запоминать все энергии, которые на них воздействуют. Энергии природы. Это энергии молнии, энергии дождя, энергии ветра. Всё, что испытывает живой камень, мы с вами тоже испытываем дождь, туман, ветер, вьюга, да, они тоже всё испытывают. У нас это в памяти откладывается, и у них откладывается в памяти. Но их замечательное свойство в том, что они, когда оказываются на нас, отдают эту энергию. А как они её отдают? Вот какой чудесный механизм их отдачи и взаимодействия с нами? У каждого из нас, у людей индивидуальное сознание, ну, так нас боженька зробит. А у них, у камней, у растений, у насекомых, у животных считается тоже коллективная форма сознания, хотя у некоторых животных уже вполне можно и нужно говорить об индивидуальной форме сознания. Кто держит кошечек, кто держит собачек, знает, как они всё понимают. Там не только рефлексы, там ещё и мышления. Ну, так вот, значит, мы рождаемся, кто нас родил? Нас родили земные мама и папа, но первый отец и первая мать это наши небесные родители. Вот так и у них. У них есть небесные родители, но это не бог отец и богиня мать, ну, вот в том смысле, что они создают наши манады и способствуют нашему рождению, а это доченька, боженьки отца и богини матери природа. И природа в этом случае имеет конкретное выражение в великом божественном существе, которое мы называем бог, мать, отец камней, коллективное сознание камней. Мы с вами каждый связан со своими родителями, каждый камешек связан со своим родителем коллективным сознанием. И когда вот этот камешек, вот этот или любой другой малышенький оказывается на нас или в виде украшения на нас, значит, что происходит? Коллективное сознание мать-отец не покидают своих детей, они всё равно на связи. И когда этот камень оказывается на нас или близко рядом с нами, то что? Коллективное сознание, мамочка-папочка посылает энергию на того человека, на котором находится этот камень. Вот откуда целебные и магические свойства камней, мои дорогие. Так отож бойвоно, мои дорогие, саме тому у каждой программе я нагадую про крамницю мий свит та підвизки зі змінными кристалами. За посиланием в описи вы можете замовить прекрасную несконченность и мий свит. Ну а кристали с соответствующими властивостями подберете соби самі. Кристали справді позитивно впливают на людину? Это не мифы, не байки? Это не байки, это так и есть. И если мы даем детям с детства играться с камушками, если мы им не мешаем, если мы им не мешаем копаться в песочке, дорогие, скуда дети там в песочке копаться, а? и зарываться там на пляже в этот песок, да и ведет соединение с энергиями природы. Это делается подсознательно, но в этом великая мудрость и глубокий смысл. Поэтому, пожалуйста, не мешайте им. И еще, мои дорогие, в Украине много янтаря. Боштын. При обработке янтаря, да и не только янтаря, в Украине много змеевика и других камней. Ну и не только в Украине, где бы это ни было. Вот эти отходы от обработки камней просто бесценны. Они по стоимости там копейки будут стоить, а вы покупаете деткам наборы этих камешков отходов мелких, а детям даете шаблон, чтобы они делали картины из камней. Будут прилепливать, там покрыть клеем, прилепливать эти маленькие фрагментики. Вы таким образом будете детей привлекать к такому оригинальному, замечательному виду искусства. Но при этом, при этом, ребенок берет в руки этот камешек. Значит, этот ребенок получает определенные энергии, которые текут благодаря этому камешку в него, в его поле. и развивают его интеллект, тактильные возможности, мелкие мышцы пальцев, ребенок приучается что-то создавать, и создавать он будет полезное, явно полезное, даже если это будет нечто абстрактное. Дорогие, у вас столько способов развивать своих детей, и я думаю, что таким образом мы их сумеем оторвать от чего-то пустого, ненужного. И знаете, что пришло ко мне в последнее время? Я это описала в книге «Аурология и аурометрия невидимых объектов». Значит, прослушивая книги на на аудиокнига, есть озвученная книга Тома Хопкинса «Тайны растений». Очень интересно советую. Это очень полезная книга. В общем, слушаю ее, слушаю, значит, люди тысячи лет знают, что они связаны с растениями, с камнями. Знают. И имеют доказательства того, что растения их понимают. Ну, вы знаете, наверное, известный этот опыт, когда человек, который колол растения, в другой раз только входил в помещение, и растение тут же реагировало на него настороженно и отрицательно. Это все фиксировалось на дисплее. Ну, так вот, у людей стоит вопрос. Ну, вот, идет взаимодействие с растениями и камнями. А как все оно идет? И вот это тоже мне в голову запало, а я сижу вокруг меня, кругом телеонографии, и меня прострелило. Как идет это взаимодействие? Вот я вам с радостью рассказываю. Значит, человек, его аура имеет антенны, так называемые стримеры. антенны, стримеры имеют камни, имеют растения, имеют ауры животных, имеют вода. Так вот, что происходит, почему растения понимают человека? А потому, что стримеры растений, камней и животных входят в соприкосновение с нашими стримерами, идет непосредственная передача информации. Понимаете? Вот почему наше взаимодействие возможно и теперь мы можем руководить этим процессом. Каким образом? Американский ученый Бюрбан когда-то он был великолепный селекционер, он вывел много новых видов растений и он задумал решить иголок очень колючий иголок кактус один кактус съедобный вкусный но его невозможно обрабатывать потому что травмирует себя человек он и так и так скрещивал перекрещивал ничего не получалось и он в отчаянии стал с ним разговаривать ну что ж это мне не поможет я же так хочу сделать из тебя съедобное полезное людям растения короче кактус скинул иголки после этих диалогов воронители кактус скинул иголки и теперь этот кактус выращивают для пищевых целей след за ним ученые говорили с растением и просили его изменить форму листа растение изменило форму листа то есть мои дорогие вы можете разговаривать с растениями если для них очень полезно передавать им любое потому что мы все дети одного отца они это почувствуют и что вы можете еще вот что касается камней ну есть детки не очень стараются учиться тяжело им вы наговорили камешки а камешки все услышали и записали в свое информационное поле а ребенок с этими камешками играется в Америке во многих домах и бедных и богатых ну в дюже богатых я не была меня никто не звал но даже в домах среднего достатка люди держат прям вот такие знаете большие пиалы имених полно разноцветных камней красиво это одно но как это полезно вот вы сидите и смотрите телевизор а перед вами такая красота а вы в руках один камешек подержали другой подержали и что при этом произошло а вы зарядились определенными энергиями мало того камни могут стать вашими постоянными целителями как рассказываю значит существует способ лечения человека по чакрам не только по чакрам и органы можно отдельно лечить сейчас расскажу значит вы приобретаете либо камни семи цветов вот мы с вами говорили про священные рощи значит семь цветов радуги в соответствии с формулой каждый охотник желает знать где сидит фазан каждый красный желает охотник оранжевый желает желтый знать зеленый где голубой сидит синий фазан фиолетовый значит вам нужно иметь камни этих семи цветов допустим у вас нет этих камней семи цветов вы не можете их купить опять же не страшно если у вас есть кварц эти камни не должны быть огромными большими ну вот вот такой камень допустим на себя его не положишь он очень тяжелый для того чтобы на себя класть камешки нужно чтобы они были ну максимум полкилограмма остальные уже тяжеловато но допустим у вас нету таких семи камней что вы что вы можете сделать берете кусок гранита берете мрамор в их основе кварц всего два значит делаете семь камушков а что такое белый кварц гранит мрамор это те же семь цветов радуги но они при спектуральном разложении будут семь но в белом они тоже заключены значит померили свою энергию так друзья как померите свою энергию вы мабуть уже знаете особо тих яки учасниками группы агора где я безкоштовно ділюсь знаниями как почути свое веще я как посканувати себе тим паче ревень своей энергии и вставленная в полую часть шариковой ручки. Вот так можете сделать себе каждый и не переживать, что вы где-то не купили ранку. Вот так, значит, вы померили свою энергию. Она, допустим, у вас 5-10 оборотов. Вы легли и положили на себя, на энергетические центры или около них камешки. Для того, чтобы камешки небольшие были устойчивыми, вы можете заранее взять глину, сделать её как, ну не знаю, как пластилин, занулили в неё камешек, глина застыла, а на обратную сторону вы можете даже знак космический приклеить. Вы эти знания уже тоже имеете, если легко получить, если ещё нет. Легли, положили на себя камешки. Если есть по семи цветам, по чакрам, если нет, положите кусочки мрамора, кварца. Змеевика в Украине очень много. Янтаря, дорогие мои, положите. Через 5 минут вы полежали. А, и когда вы ляжете вначале, закройте глаза. И посмотрите, что у вас будет перед глазами. Чаще всего у людей перед глазами вначале хаос. Мелькают всякие облачка, всякие мушки, всякие треугольники, параллелограммы. В общем, хаос. 6 минуты. Поезжали 5 минут. Опять закрыли глаза, опять посмотрели. Поле становится чище. Меньше хаоса. Потом через 10, 15, 20 минут посмотрели. Когда чистка поля произойдёт уже 6 энергетических тел и дойдёт до 3-го глаза, то, закрыв глаза, вы увидите, как синие такие бусины большие, ну, как сливы венгерки, такие длинненькие овалы, вылетают из 3-го глаза и как бы нанизываются на низку, как бусы. Вот. И эти бусы постепенно уплывают от вас, но новые и новые бусины нанизываются. Но самым высшим пилотажем будет, если вы закроете глаза, и перед вами будет картина с фиолетовыми тонами. Вот это значит, что вы уже прочистили все чакры, включая высшую чакру в связи с Богом, в том числе, с Ахасрару. Вот таким образом вы можете сами себя очищать. И вот эта проверка с закрытыми глазами это критерий оценки достаточности воздействия. Но, если у вас есть живоды, то вы можете спокойно с ними спать, положив их на голову, на сердце, на суставы. Но единственное, что вам надо помнить, голова и глаза любят прохладные живоды. Вот гайморовые пазухи, особенно если у вас насморк или гайморит, то вот сюда надо класть тёплые. Но пониже, не под глаза, а чуть пониже, на шкулы. Вот. Вы горячие, нагретые в горячей воде камни можете класть на трахею при кашле или затруднённом дыкании и даже при астме. Можете класть горячеватые и тёплые на суставы, на печень, на селезёнку, на живот. Но если острые боли, конечно, дорогие, если сильно болит живот, никаких камней, сразу к хирургу. Вот. Таким образом, вы можете помогать себе, мои дорогие. А есть такой замечательный камень. У него два названия. В Украине он, наверное, называется Сердолик. Знайомтесь, его зовут Сердолик. Цей мінерал символизирует спокій, душевную рівновагу, заряджает людину позитивом, защищает от энергии негатива и бедности. Сердолик и подвиска несконченности. Идеальное поединение. Мой свет. Золотые прекрасы с изместом. Так вот, этот камень обладает способностью заживлять раны. Вот, допустим, где-то там подрезались, там или после операции взяли этот камушек или лейкопластырем там закрепили, или в винтик его засунули. Небольшой, но требовал идти. Во время войны, когда не было антибиотиков, не было чем лечить. Доктор такая, была замечательная, Багигина, так она на веревочке, на ниточке над больным подвешивала этот камешек и он способствовал заживлению. И я вам ещё не сказала, что вот вы рамкой, когда, можете на разных этапах, когда на вас камни проверять, можете проверять в конце и вы увидите, какая большая разница между исходным состоянием поля до применения камней и после этого. То же самое вы можете проделывать с вашими близкими, с вашими пациентами. И практически каждый человек в состоянии приобрести этот небольшой набор камней и помогать себе и близким. Они ненадолго помогают. Я вам не говорю, что это вас сделает, но это окажет существенную помощь в вашем выздоровлении и как дополнение к комплексу и лечитку с помощью молитв, отчиток. Нам пише пані Леся якраз до нашої теми. Хотела б запитати про мінерали. Колись ви з пані Софією казали, що усі мінерали в Землі поєднані. А чи поєднані такі мінерали з іншими планетами? Наприклад, такий мінерал, як гематит, железовец, є на Марсі. То чи означає це, що якщо взяти прикрасу з гематитом, то він буде поєднаний з усіма планетами, де він знаходиться. Дякую. Моя дорогая, ми не тільки поєднані, ми всі зберігаємо з різних мінералів в різній степені, в різній конфігурації. Що таке наші кости, дорогі? Наші кости – це мінерали. Що таке наші кроз, плазма, лимфа, мышці? Це – мінерального состава жідкості. Тобість, мінерали – це – це ми. Мало того, у мене є друг, ученій, котрій тоді зробляє знімки аури, але він зробляє ці знімки спеціальним прибором-авроскопом. Ось таке, як робить Константин. Так, коли людина використовує мінералів, його ауру обретає форму меркаби. А меркаба – це наше ефірне транспортне средство для путешествия. Другі мири, інші змеріння. І коли ми буваєм на святых местах, то теж наша аура обретає форму меркаби. Т.е. ми не тільки связанні со всі зв'язками, планетами, планетними системами, как космічні объєктами. Наши свойства, вот знаєте, зодіака, ви же все знаєте, 12 знаків зодіака. І наші свойства психологічні, духовні, душевні, навчанні, зависять от того, к якому знаку ми принадлежимо. Ну, во всяком случае, эти свойства превалирують. А как это, а как это происходит, эта связь? И почему эта связь? А связь это отчего? От того, что во время беременности 9 месяцев на мамочку воздействовали планеты, находящиеся в определённом взаимодействии и соотношении, и обручающее Землю, и обручающее мамочку. Вы понимаете, насколько мы связаны с планетами, а планеты это разные минералы. И открытые, и неоткрытые. Дмитрий Иванович Менделеев не сказал, что его система всё, она завершённая, закрытая. Они из пустых клеточек. Есть ещё неоткрытые минералы. И в зависимости от того, каковы физические условия на других планетах, эти минералы проявляются по-разному. А на Земле это знаете, как проявляются? Вот, допустим, один и тот же камень. Допустим, агаты. Агаты, найденные в Америке, дают одну картину при съёмке кирляновской. Агаты, привезённые с Урала, дают другую картину. Жиоды, найденные в Бразилии, распиленные, имеют одну конфигурацию внутри, имеют одни цвета, одну конфигурацию, на Урале другую конфигурацию. То есть, ну, дорогие мои, мы дети природы, одновременно мы дети космоса, но и одновременно мы дети Отца Небесного, потому что наши манады, наши первоклетки выращивают только отец и мать. Он даже своим помощникам не поручает эту задачу. И выращивают каждого из нас в первоклетку миллионы лет. То есть, вы представляете, сколько на нас затрачено и энергии, ну, и тех связей, которые имеют место от самого нашего зарождения и до смерти. А потом, когда мы помыраем, что происходит? Попадаем мы в могилу, мы разлагаемся на первые элементы. Но чтобы не было процесса вниения, более продвинутые восточные религии рекомендует человека сжигать. И опять, что происходит? Он превращается в прах. А прах, каждый пепел, каждая пылиночка несёт информацию о том человеке, который жил на земле, рассеивается, ну и что? И рассеивается информация, содержащая особенности этого человека. Вот я вам ещё один интересный факт приведу. Значит, ну пустыня Сахара, там пустыни в Африке, а их нельзя использовать из-за того, чтобы делать бетон. А чего? А потому что когда-то там были высокие цивилизации, которые сгорели, погибли, в том числе в атомных войнах, и превратились в песок. Но песок помнит, кем он был. И эти песчинки, они же в бетоне должны склеиться, а они отталкиваются. Вот так долго информация наша и о нас сохраняется в универсуме. так что мы, так сказать, мы те песчинки, которые станут людьми, животными, растениями, камнями в будущем. И в этом наша историческая миссия. Но пока мы станем песчинками и пеплом, мы можем накапливать знания, а наши знания складываются в хрониках Акаши. А есть цивилизации, допустим, мы далеко не самая развитая цивилизация в космосе, но есть еще менее развитие, чем мы. Так вот, мы станем учителями для тех, кто менее развит. То есть все разумно, все рационально, ничего не пропадет. Но и задача, чтобы при жизни мы стали более ценными для универсума, который столько сделал для того, чтобы мы появились вот такие красивые, хорошие, умные, чтобы мы себя не тратили на мерзости. Вот для чего работает Оксана и многие рядом с ней. Дякую вам, что вы разом с нами помогаете людям стати такими, которых вы описали. Это ценно, потому что сейчас, как раз, оскольки вы загадали про смерть, у меня наступный коментар, Дорогая, смерти как таковой, ну, действительно нет. С Оксаночкой мы ещё не проводили, но приведу вам то, о чём вы от меня уже знаете и знали раньше. Здесь, на земле, в Америке, боженька, меня поселил в одном доме с Виктором Рубеновичем Микертумовым. И Виктор Рубенович из прибора, который я использовала в начале своего пребывания в Америке, это была американская версия Киргановского прибора, он из электрического прибора делает электронный. И за счёт этого снимки стали намного более информативными и интересными, они отражали более широко жизнь невидимых миров. Виктор Рубенович уходит в «Иной мир» 15 ноября 23-го года. 3 января, в общем, у меня давняя связь и дружба с родителями парня, свитнего Митеньки, Дмитрия, который погиб нелепо, автобус наехал на остановку, задавил 5 человек, его в том числе. Он погибает и в высших мирах он создаёт, вместе с ребятами такими, как он был, он был компьютерщиком на Земле, он создаёт радиостанцию связи с Землей под названием «Энергетика». Ну и на праздники, я не часто, но связываюсь с его родителями, Вадимом Константиновичем и мамой Наташей, ну на праздники они поздравляли меня и Виктора. И я получаю поздравления 1 января 2024 года, я получаю поздравления на себя и на Виктора, они не знают, что Виктор ушёл. Я им отвечаю, что Виктор ушёл, но если можете, передайте ему привет. 3 января я получаю привет от Виктора Рубеновича с той стороны, и это именно он. У меня день рождения был 16 декабря, и он меня поздравляет с днём рождения. С Виктором я не рассказывала, когда у меня день рождения, он меня поздравил и рассказывает, я здесь совершенно счастлив. Здесь так интересно. Мне здесь 33 года. Я молодой, энергичный и работаю над новым кирляновским прибором для Земли. То есть вы понимаете, насколько мы связаны с этим невидимым миром. Недавно он ещё ко мне пришёл на связи и просветил меня. У меня был вопрос, я спросила, он мне дал чёткое понимание того, как это на самом деле, проверив всё на той стороне. Нету смерти, мои дорогие, нету. Поэтому, если нам интересно было жить здесь на Земле, и мы захотим продолжить наши занятия на той стороне, да мы их спокойно продолжим. Потом у меня ещё был такой интересный контакт с Николой Теслой. Нечаянный, но потрясающий. И в том же ключе. Значит, в 2018 году проводили эксперимент с башней Тесла. Значит, Никола Тесла передал задачу оживить снесённую в 1913 году в Лонг-Айленде башню, так называемую башню Тесла. Почему? Потому что произвёл электричество с помощью этой башни беспроводное. Никола Тесла осветил почти всю Америку. Без инстанций, без проводов, без ничего. И власти испугались. Ну, это огромная сила. И заставили эту башню срезать. В общем, эту башню срезали с опор в 1913 году. Никола Тесла, живой, здоровенький, на той стороне, даёт задание. Вернуть эту башню, оживить её в тонком мире. Александр Васильевич летит сюда. Собрал команду 100 человек. И американцы, и по всей земле. И в определённый день, в июне месяце, в 2018 год, он прилетел сюда. Мы поехали на эту площадку, где была лаборатория башни Тесла. И там до сих пор, вот эта площадь, где срезана эта башня, там торчат эти металлические сваи из земли. Прямо, ну, видно, что бетонированный такой круг. В общем, было решено, что 100 человек в разных концах земли с силой мысли воссоздают эту башню, и мы её направляем силой мысли в космос. Берёт он меня, Александр Васильевич, для чего? Чтобы я делала съёмки, что при этом будет происходить. Значит, первую съёмку я делаю за 5 минут до эксперимента. Нас три человека. Я, Александр Васильевич, и Егор Цыганков, который нас вёз. Ну, вот тут нужно было с аэропорта, доехать до Вангарленда. Короче, мы всё успели, приехали. Без 5-9 я делаю съёмку ауры, мою, Александра Васильевича и Егора. На снимках вышло. Лицо, у нас в ауре, между аурами, лицо Никола Тесла и лицо Попова. Значит, сделала снимок. Потом второй снимок я делаю в 15 минут 10-го. То есть в 15 минут уже идёт эксперимент. В 15 минут люди в разных концах Земли воспроизводят эту башню, улетающую в космос. Я делаю снимок, у меня прям над пальцами отпечатывается башня, силуэт башни, и под этой башней находился колодец на 32 метра, в котором был закачан жидкий азот. И на снимке показан этот колодец. Когда я открыла этот снимок, то, ну, тут хочешь, не хочешь, у меня из-за вас брызнули слёзы. И тут выходит на контакт Никола Тесла и говорит мне телепатичек, ну, что ты плачешь, говорит? Ничего удивительного, мол. Ну, вы хорошую работу сделали, но когда ты придёшь к нам туда, вот где мы тебе покажем интересные лаборатории. Дорогие мои, ну, нету смерти. Так что наши души, опять же, в зависимости от того, а что мы здесь наработали, на каких мы частотах. Вы, наверное, слышали уже, я говорила о книгах Роберта Монро. Ближние путешествия, путешествия вне тела и дальние путешествия. Наш современник, он ушёл где-то в 50-м году 20-го века. Был физиком. И у него была мастерская по ремонту радиоаппаратуры. Он ни в какие-то наши дела не вникал, не верил. Он к этому относился как материалист, сугубо материальный взгляд на вещи. 38 лет он ложится спать, а его выталкивают, его сознание выталкивают из тела, и он оказывается над собой, над кровать. Он себя видит, но его душа, его дух не в его теле. Он вначале очень себя дискомфортно чувствовал, и ему это не нравилось. Но постепенно, значит, появляется гид. Ну, как бы его наставник в тонком мире. И говорит ему, слушай, говорит, не волнуйся, всё нормально. Знаешь что, я тебя для начала поведу туда, где твои родители, где там твой брат, друзья, ты с ними увидишься. И он его повёл, дал возможность с ними встретиться. И у Роберта страх ушёл. И он стал с радостью путешествовать в иные миры. Но вот как там, допустим, у меня душа разрывается, чтобы всё рассказать. И ему очень хотелось это всё передать людям. И что он придумал? Он придумал специальное устройство, которое позволяло человеку видеть иные миры. Но одновременно он говорил, и шла запись на магнитофонную плёнку, что он видит. Значит, он создал институт Вирджинии. Так и называется институт Монро. В котором... Вот вы захотели узнать, что там робится в других мирах? Вы приезжаете туда в институт. Вас кладут на определённое место, кушетка. К вам одевают такой, знаете, когда энцефалограмму снимают, одевают такие датчики на голову. Вам одевают эти датчики. Датчики соединяют с определённым устройством. Рядом обязательно сидит врач. Чтобы, если что, душеньку быстренько вернуть в тело. И вы лежите. И вы видите то, что вам дано теперь благодаря этой методике видеть. И вы рассказываете. И одновременно идёт магнитофонная запись. Кончился сеанс. Вам отдают эту кассету с магнитофонной записью. Вашим голодом. Там никто ничего вам не придумал. Так вот, дорогие мои. Уже у нас есть при жизни возможность путешествовать в иные миры. И в этом же институте обучают тому, чтобы связываться с иными мирами. И некоторые медиумы специально ездят туда учиться. Для того, чтобы, ну, по желанию людей рассказывать, что там происходит. Или, например, ситуация. Кто из ПМР, а где-то остался клад. Или какие-то документы. А вам они нужны, а вы не знаете, где они, не можете найти. Кстати, когда вам трудно что-то найти, обращайтесь к Архангелу Чамуилу. Попросите Архангелу Чамуилу, дорогой. Помоги мне найти то-то и то-то. Он вам даст мысль, где это находится. Ну, так вот. С помощью медиума такой человек может получить информацию, где ему найти то, что он ищет. Так что нету смерти. И там мы встречаемся теми группами, которыми жили вместе на Земле. Значит, Монро описывает момент перехода в земной жизни, в иные миры. Значит, душа наша, вы все слышали, знаете, что говорят, летит по туннелю, летит на свет. А что это за тоннель? А тоннель – это коридор, условно, у которого много-много-много дверей. Справа, слева. А что это за двери? Эти двери являются, ну, не символом, а реальным коридором, из которого, вот из этого прямого тоннеля, душа втягивается в соответствии с теми частотами, которые она наработала при жизни. И если вы наработали высокие частоты и заработали попасть в высшие миры для того, чтобы проходить эволюцию, учиться чему-то, познавать, значит, вы идёте, так сказать, в условный рай. А если вы за жизнь ничего хорошего не сделали, мало того, разрушали, по своей вине, не по своей вине, это у нас отдельная тема, чаще всего не по своей вине, а в результате невежества, в результате неправильной организации системы образования, вот этих же знаний, таких важных, не дают людям. Если бы с детства давали ребёнку и сказали, вот будешь делать так, дорогой, вот так твоя жизнь выстроится, будешь делать так, будет плохо, но всё это плохо, в его жизни из-за того, что он был невеждой, из-за того, что его учителя, родители не просветили, он будет отбывать в этих низших мирах и должен будет пройти эволюционный путь и путь исправления в низших мирах, а это будет идти через мучения, а в высших мирах через наслаждение. В низших мирах, уж отчим нужна наша энергия, нужны очень молитвы наши, а в высших мирах они нам дают энергию, они с нами связываются, вливаются в нас знания. То есть, каким будет наше посмертие, зависит от того, как мы прожили, с какой степенью образованности духовной и интеллектуальной, и вообще. От того, что мы узнали, от того, как мы это применили в жизни, вот из этого и складываются наши частоты, и когда мы выходим из тела, наша душа имеет определенные частоты, и она втягивается или в высшие миры, или в миры падших. Понимаете? Так что, в любом случае, мы не умираем. А что такое наша множественная жизнь? Это наша постепенная академия от нулевого класса. Вот я сел до академии. Как это академики у нас становятся академиками? Они много жизни прожили, накопили огромный опыт. И этот опыт в определенное время пробуждается в них. Вот смотрите. Возьмите себя. Проанализируйте. До того, как вы слушали и слышали канал Мейсвит. И после того, какие метаморфози у вас произошли. Это своеобразная академия. Понимаете? Академия не школи и пока не академических знаний. Но знаний из духовных академий. Дякую, София. И дякую, глядачам, которые всегда нам пишут в комментариях и делятся своими впечатлениями, своими життями, своими висновками, подъями, которые в них остаются, после того, когда они поделятся наши видео. Своими успехами. Мы надзвичайно радуемо, особенно после всех ваших коментарей, щирых. Я думаю, что вам есть, что написать и сегодня, поэтому мы ждем ваших коментарей. Также напишите, что вам из нашего видео больше запоминалось и понравилось, что вы будете использовать, практиковать в жизни. А после того, когда вы практикуете порады от Софии и получаете результат, не забудьте прийти и поддякувати, поделиться вашим результатом, потому что это для нас очень ценно. Спасибо, София, что вы были с нами, делились знаниями, своими позитивной энергетикой. Мы рады были вас видеть и слышать. Взаимно, мои дорогие, взаимно. И я вам хочу сказать, что благодарность это высшая форма интеллигентности и благородства человека. Поэтому мы благодарны вам и очень надеемся, что вы с благодарностью примете то, о чем мы вам рассказали. Натискание пальца вгору под видео и ваши подписки это прояв вдячности за нашу работу. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok